В Тверской области на конец марта пришлось активное таяние снега и начало половодия. Традиционно из берегов вышли реки Волга, Тверца и Тьмака. Однако в плену талых вод оказались не только водоемы, но и объекты на суше. Подтопление наблюдается в городских дворах, огородах и даже проезжей части. Улица Фрунзе ушла под воду на прошлой неделе. Укращать стихии, вооружившись насосами, вышли специалисты МОБЖЕК, Но она пока не покорилась им. В понедельник утром проезжая часть снова была под водой. Почему, выяснил наш корреспондент. Из-за высокого уровня воды с проблемой подтопления столкнулись даже жители многоэтажных домов и, конечно, автомобилисты. Подтопление проезжей части наблюдают уже больше недели в микрорайоне Юность. Вот такой водный пейзаж жильцы дома 24 по улице Фрунзе наблюдают с конца марта. Дорога напротив дома превратилась в мини-озеро. Машины по нему не то что проезжают, они буквально проплывают. А пешеходам приходится обходить водоем окольными путями. Нарезая волны по талой воде на железном коне, водители рискуют расстаться с колпаками и номерными знаками. Впрочем, жители микрорайона говорят, что им еще повезло, что асфальт свежий и целый. Но так не везде. Я живу в этом доме, я здесь не знаю дорогу, и там ям нету. Там просто лучше, что вода неприятная. При всем этом в Заволжском районе проводилась откачка воды. В том числе эта процедура касалась и улицы Фрунзе. Специальные мобильные группы выезжают на сигналы жителей районов о подтоплении. О таких инцидентах необходимо сообщать в администрацию города. Там стараются реагировать оперативно. Мы проверяем состояние, в котором находится сейчас территория, и определяем или прочистить канал, или прочистить оголовки, или сделать откачку воды уже в связи с тем, что большая территория подтопляется. Участвуют и лососы для откачки воды, и перекачивающие станции. Однако, как уверены эксперты, откачка воды с дорог и тротуаров решит проблему лишь на некоторое время. Спустя несколько часов все вернется на круги своя. Как в случае с той же Фрунзе. На прошлой неделе лужу откачивали, но спустя несколько дней улица вновь превратилась в венецианский канал. Частая причина подтоплений тротуаров и дорог, а еще появление рытвин, отсутствие ливневки. Бордюрный камень прогревается, появляется микротрещина, микропоры. Вода, которая остается, если ливневка не работает, она попадает в эти поры. С нашей зимой поры, вода в пору замерзает, начинает разрушаться бордюрный камень. Он тянет за собой верхнюю часть асфальта бетона. Когда вода освободит проезжую часть на улице Фрунзе, вопрос к матушке природе. Но пока в прогнозе осадки. Тем не менее, уровень воды в Тверских реках пошел на спад. Если посмотреть на скульптуру рыбака, по которой чаще всего тверичане измеряют масштаб затопления, то уровень примерно по колено, а если точнее, около 540 сантиметров. Что на 41 сантиметр меньше, чем днем ранее. Пока у тех, кто столкнулся с подтоплением, два выхода. Смириться с временными неудобствами и переждать поводок, либо звонить в администрацию района и сигнализировать о проблеме.